Одновременно. Российские военные смогут создавать объемные виртуальные карты всего за 12 часов. Эти схемы настолько точные, что при наведении удара позволяет ошибиться максимум на несколько сантиметров. Пока единственной в стране комплекс геопространственной информации прошел испытание в Южном военном округе. За экспериментом понаблюдал Николай Долгачев. Колонна техники выдвигается на боевые позиции. Эти грузовики везут оборудование, которое поможет выиграть сражение. Через них всем подразделениям сообщаются координаты противника. Можно работать и на ходу. Это боевой комплекс геопространственной информации. Пользуясь данными космической разведки и с помощью наземных наблюдений, здесь создают объемные виртуальные карты местности. Определяют местоположение войск противника, уточняют координаты для нанесения ударов. Погрешность расчетов для высокоточного оружия всего несколько сантиметров. Если, допустим, нужно попасть, скажем так, в форточку, это уже влияет на точность такая. То есть с помощью такой техники можно реальную форточку попасть? Да. После обработки специальными программами данные об изменениях в ходе боев можно нанести на карту. Система, которая пока стоит на вооружении только в Южном военном округе, способна работать и непосредственно в зоне боевых действий, где цена информации особенно высока. Карта готова. Экипаж комплекса абсолютно автономен. Энергостанция, узел связи, жилой блок и типография. Все на колесах. За счет этого небывалая оперативность. На другом оборудовании даже двухмерную карту топографы делали несколько месяцев. Теперь в сотни раз быстрее. Этот комплекс за 12 часов способен создавать подробнейшие карты любого участка местности. Вот такие. Здесь указаны даже самые маленькие тропинки и особенности рельефа, учитывая которые командование разрабатывает операции. Пока это единственный подобный топографический комплекс в российской армии. Южный военный округ готовится к масштабным учениям «Кавказ-2012», где Центр геопространственной информации будет активно задействован впервые. Оборудование, которое поставляется в наш центр, это новейшее оборудование. Такого уровня еще мы не видели техники. Работали до этого аналоговой. Сейчас все переходит в цифровую информацию, 3D-формацию. Программное обеспечение идет. В комплексах используются российские разработки, которые должны защитить оперативную информацию от воздействия сил радиоэлектронной борьбы противника. После учений на южном направлении, такие машины поступят и в другие военные округа. «Служить России суждено тебе и мне! Служить России удивительной стране!» Николай Долгачев, Алексей Балакирев, Михаил Киртоки, Мария Долгачева. Вести. Краснодарский край.